Крупнейший провал Кока-Кола. В апреле 92-го года компания Pepsi выпускает прозрачную версию Pepsi Crystal. Напиток со вкусом Pepsi, но без цвета. Выпускает его на фоне популярного в те годы движения за спорт, здоровье и диетическое питание. Crystal Pepsi хоть и не был диетическим продуктом, но должен был стать псевдо-диетическим, то есть конкурентом бутылированной воде. По словам пиар-директора Гэри Хэмпила, Crystal это не Pepsi без цвета, это новый продукт, менее сладкий, без кофеина. По плану 80% продаж должно приходиться на покупателей, что не пьют Pepsi. Через полгода компания Coca-Cola выпускает аналогичный псевдо-диетический товар Cola Tab Clear. И через 6 месяцев после провала обоих напитков их производство сворачивается, а дистрибьюция полностью прекращается в 1994-м. Люди были недовольны прозрачными напитками с фальшивым здоровьем. Позже в 2014-м году директор по маркетингу Серджио Займан, что был инициатором Cola Tab Clear, заявил, что так-то и было все запланировано. Это многоходовочка. Вообще все это было не поражение, а тактическое отступление. Tab Clear был специальной операцией по уничтожению продукта Crystal Pepsi путем его дискредитации. В результате чего имидж обоих брендов должен был быть подорван. И зарождающийся рынок псевдо-диетических напитков, в котором мы не хотели участвовать, должен был умереть. И вообще, прозрачная кола это первый в истории продукт Камикадзе. И цели специальной операции были этим достигнуты. Сказать о том, что маркетинговое сообщество сомневается в словах Сереги Зайцмана, ничего не сказать. Как вы, кстати, думаете, это провал или продуманная операция? Пишите в комментариях. К чему эта басня? Одержимость конкуренции часто вводит заблуждение к компании, побуждая их разрабатывать продукты, соответствующие предложениям конкурентов. Хотя объективно потребность у клиентов в данном предложении отсутствует. Знайте, копируя конкурентов, вы копируете и их ошибки. Не всегда у конкурентов сотрудники умнее и квалифицирований ваших. Не всегда управленцы конкурентов это жирафы, которым виднее. Думайте своей башкой. Продолжение следует...